Гундяевцы против Дарвина, как в РПЦ, опровергли теорию эволюции. По что холоп царя обидел попы против? Был гражданином, стал пакостью. Говорящий пепел, зачем рост пропаганда сжигает курян? Затрясло от гнева, как зет-военкоры отреагировали на хлопок в Тверской области. Сколько добра, ракет добра, пропало. Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети, комментируйте, делитесь видео и скучать будете точно не сегодня. 22 сентября Росфашфедерация впервые ударила по Запорожью модифицированными кабами. Бомбы упали на гражданские объекты. Пострадали 15 человек. В усовершенствовании средства смертоубийства РФ сегодня в мире нет равных. И это нужно признать. Обеспокоенные нации и даже мировые сверхдержавы находятся на несколько шагов позади. А ведь такими темпами их собственное оружие становится грудой металлолома, а методы ведения войны практически средневековыми. Пока коллективный Запад решает, разрешить ли Украине бить по россиянским центрам принятия решений, Кремль все силы и средства бросает в новые военные разработки и наращивание темпов производства ракет, беспилотников и бомб. Грустный опыт Второй мировой войны, увы, ничему не учит. Вслед за бесхребетными компромиссами неизбежно приходит оккупация. И хорошо еще, если без ковровых бомбардировок. О чем ртами своих пропагандистов Путин заявляет весьма открыто. И если где-то в уютных европейских столицах кому-то кажется, что в 21 веке ядерная дубинка или просто ракетный обстрел Парижа, Берлина, Мадрида или Праги – это фантастика, то у меня для вас плохие новости. Российское общество готовят к войне, которая может разрушить весь нынешний мир до основания. Все предпосылки для этого есть. Бессменный царь есть, не считая безысходность основных народных масс присутствуют. Агрессия элит от вседозволенности уже давно. Железный занавес скрепному народу опустили. Последний проблеск науку и образование нещадно уничтожают, подменяя скреповедением. Путин взялся переписывать историю, исходя из собственных больных фантазий. А остальную школьную программу корректируют гундяевские попы. Вот они пошли войной на Дарвина. В РПЦ предлагают исключить теорию эволюции из учебников. Один из чекистов в Рясах утверждает – лично встречался с автором теории. И тот молился и каялся. В Вестминстерском аббатстве в Англии там все погребены именитые люди. Я вот даже недавно беседовала с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьянной теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?» – обращался я к этому надгробию. «Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами, между зеброй и жирафом?» У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь». Мне кажется, я даже считала, что он раскаялся перед теми. Как говорится, Галлопередов в студию. Но с так называемой обезьяньей теорией можно бороться не просто путем вызова духа Дарвина, но и более интересными аргументами. От авторов тезиса про то, что у русских дополнительная хромосома. В бой пошли динозавры. Некоторые считают, что динозавров не существует. Некоторые говорят, что их никогда не существовало. А третьи говорят, что существование динозавров миллионы лет назад опровергает всю библейскую историю. Стоять. Так вот, динозавры и существовали, и существуют, как мы сами видим. И люди их как не боялись, так и не боятся. Ну, мы же с вами сейчас не боимся волков, тигров. Ну, то есть, может быть, мы им боимся, но мы как-то вместе с ними существуем. Точно так же и раньше люди существовали вместе с динозаврами. Они охотились на них, ели их, использовали их как домашний скот. То есть, мы сами видим, что динозавры были, динозавры есть, потому что они не могут не есть. И динозавры будут есть. Кого они будут есть? Может быть, нас, может быть, не нас. Это как повезет. А вы помните историю с Георгием Победоносцем? Кого он убил? Как вы думаете? Вот какую-то такую замечательную зверюшку, змея, динозавра. Итак, мы с вами сегодня увидели, что никаких миллионов лет не было, что люди существовали вместе с динозаврами, что не было никакой эволюции. Методы датировки лгут нам. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами опровергли как теорию эволюции, так и все современные методы датировки. Так что, ура динозаврам! Спасибо им! Они подтверждают наши библейские взгляды на происхождение жизни на Земле. Простите, что мучаю вас в поп-видео. Это за то, что вы плохо молились на ночь. Для чего этот гундяевский шабаш развели на рост телевидения? А для того, чтобы вдолбить скрепному народу раболепное послушание и сжечь напалмом критическое мышление. Полстраны лжесвидетелей, даже 70%, говорят, власть плохая. Ну а кто еще власть? Что у нас там Архангел Михаил во власти? С Архангелом Гаврилом сидят и псалмы поют. Нет, у нас простые люди во власть. Но что она плохая с утра до вечера, это тоже ложь. Это ложь. Да даже если она была бы плохая, это что, достоин лучшего, что ли? Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, не достоин лучшего. Это я сейчас говорю так в воздух, на всякий случай. Я уверен, что пакость почувствует. Пакость. Теперь так всеобъемлюще можно называть россиян, которые еще каких-то 25 лет назад хотя бы для приличия назывались гражданами и электоратом. Вся власть от Бога. Где-то мы уже это слышали. И в продолжение темы. Верите ли вы в загробную жизнь? Сейчас покажем вам похороненных заживо россиянской пропагандой. Сожженные в сельском клубе куряне на проводе. Зачем далеко ходить, если вас нас бросили? Никто даже о нас не позаботился, не подумал, где мы. Мы просто без вести пропали. Ну и что? Ну пропали люди, ну и пропали. А таких, как мы, отец Сверликова, Лебедевка, Локня, Дарина, Никола Дарина. В каждом селе есть 20-30 локней, 180 человек. И никто не заботится. Нету света, нету воды, нету газа. Это спасибо, что вы нам помогаете, что вы нам привозите еду, воду пить вую, детям все-все привозите. А так бы, что бы мы делали просто? Мы просто не знаем, что бы мы делали. А как вы думаете, почему украинцы после того, что Россия сделала с Украиной, помогают россиянам? Потому что они нормальные люди, человеческие, понимают, что они люди и мы люди. И так делать нельзя, как делает Россия. Они спотали на себе вот это все. Все поезжали, хотя поезжали, от глава сельского совета, он на четыре села у нас глава, живет у нас Лебедевки. Все, он бросил, он даже никому слову, он сказал своим приближенным. И уехали, все. Он даже не знает, кто здесь остался, где мы и что мы. Они объявили нас о всего, что нас в клуб согнали, подхерили всех. Открою скрепком тайну бытия. Загробной жизни, может быть, и нет. Но жизнь без Путина точно существует. Существует даже для обычных россиян. Кстати, Песков на днях привычно соврал, ну, то есть отчитался. У них нет информации о просьбах курян по эвакуации. Действительно, проще сказать, что всех сожгли и съели проклятые украбендеровцы. Альтернативная внутримкадная Россия не заметила потери бойца, то есть склада боеприпасов, в том числе ракет типа «Кинжал» и купленных в Северной Корее вундервафлей в Тарапце Тверской области. Падение осколков сбитого беспилотника всего лишь. Правда, внезапно вызвавшее землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера. А как пафосно 9 лет назад открывали этот бункер, на который вбухали более 3,5 миллиардов рублей. Приезжал замминистра Дмитрий Булгаков, недавно арестованный. Кстати, за воровство. Бани, сауны, бар для личного состава, увы, не спасли бункер. Даже не от ядерного удара натовских войск, а, как говорят, от обычной украинской поляныти. Те же затонутые телеграм-овещатели в ужасе. Оказывается, их секретный склад не только показывали все эти годы в новостях, он еще присутствовал в деталях на Гугл и Яндекс.Картах. Вспомнился анекдот, когда собрали село и попросили всех помыться и побриться во всех местах, ибо приедет машина на Гугл всех фотографировать. А пока не приехала, посмотрите, как возят улицами машины с надувными ракетами для устрашения англосаксов. Кстати, ими можно разбомбить картонный Лондон, который собирались уничтожить в назидании НАТО в прямом эфире на Ютуб. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь пока фрики забавляют народ, попы погружают страну в мракобесие. Путин продолжает увеличивать расходы на войну и развивать сотрудничество с тираниями и диктатурами, дабы получить новые контракты на оружие. На глазах у всего мира строится агрессивный и вооруженный до зубов Путина бан, в сравнении с которым северокорейский пухляш просто милый городской сумасшедший. Пока цивилизованный мир спасает героизм украинцев, а также воровство и тупость путинской элиты. Но можно ли это назвать долгосрочными гарантиями безопасности? И не зазорно ли пользоваться таким миром, оплаченным кровью украинских женщин, детей и стариков? А мы давайте поддерживать друг друга, наших защитников, верить в лучшее. Подписывайтесь на наши соцсети и без новостей останетесь точно не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова